Я не умею оценивать людей массами. Как вот ты мне сейчас задаешь вопросы в общем. Часто задают вопросы в общем, но вот в этом смысле я точно не эксперт по Украине, по Донбассу. Я не умею людей оценивать массами. Я оцениваю каждую конкретную историю. Я могу оценить историю человека, который с сыном инвалидом в Дебальцево живет в подвале, садится в автобус, его везут, и водитель, который его вывозит, погибает на снайперской пули. Которого искали по всему городу, чтобы он приехал на этом автобусе туда, его нашли, он приехал, он погиб. Я могу оценить историю женщины, которая нас провожала в какое-то общежитие в Дебальцево, а на обратной дороге она убитая лежала. Вот эту историю могу оценить. Могу оценить историю человека, который хочет получить две пенсии. Пенсию российскую в Донбассе и пенсию украинскую в Славянске. Ездит туда лучше две пенсии, чем одну получать. Вот эту историю. Я могу их каждого оценить. Каждую эту историю я могу рассказать. И я этим занимался этот год. А историю социологических опросов, я не умею этих людей делить на массы, тысячи сюда, тысячи сюда. И слава богу, это не моя работа. Моя работа рассказывать такие истории, потому что очень хочется, чтобы люди, которые это смотрят, они наконец-то увидели одного очень конкретного человека, а не массы. И встали на его место. И представили себе, стоило ли это того. И почему я сказал о том, что очень хочется, чтобы герои Сирии возвращались героями? Потому что они хотят, чтобы они возвращались героями, а не попадали под указ о неразглашении потерь российской армии в мирное время. Ребят, если это люди, которые воюют за правое дело, то мы должны им ноги кланяться, матерей их целовать, лобызать, повязывать вот этот российский флаг вокруг гроба и ходить за ним. Продолжение следует...